МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сенцов, почётный гражданин Парижа, всемирный день борьбы со СПИДом и лучшие театральные постановки Украины. Об этом и не только пойдёт речь в выпуске новостей на ЮАИ-ТВ. В студии работает Артём Бибик. Ночной обстрел Новолуганского. Это посёлок вблизи Светлодарска Донецкой области. Российские наёмники открыли огонь из гранатомётов и пулемётов, сообщили в штабе Объединённых сил. В течение минувших суток боевики четыре раза нарушили режим тишины. Все провокации были в Донецкой области. Применили оккупанты вооружения, запрещённые Минскими соглашениями. В частности, миномёты развернули на Водяное в Приазовье. Среди украинских военных за вчера и сегодня погибших и раненых нет. За мужество и героизм в Харькове прошла церемония награждения орденом Народный Герой Украины. Негосударственные награды получили военнослужащие и волонтёры, участники войны на Донбассе. Некоторые посмертно. Народные герои Украины Первыми на сцену выходят дети и муж Яны Червоной. Она погибла на Донбассе весной этого года. Снаряд боевиков 152-го калибра попал в блиндаж, где дежурила Яна. Её супруг Сергей с детьми каждый месяц ездят на кладбище. Почтить память. Орденом Народного Героя также наградили харьковчанина Григория Сиваченко, его позывной «Гора». На фронт пошёл в 2014 году, был командиром разведгруппы во время обороны 32-го блокпоста, вместе со своей командой обнаружил и уничтожил группу российских офицеров, включая награждённого звездой Героя России. «Один человек не может выполнить такую операцию вообще. Физически не может. Мне очень повезло, что у меня были командиры, которые позволяли работать с подчинёнными, и у меня были солдаты, настоящие патриоты Украины. Их не надо было заставлять или просить». Премия «Народный Герой Украины» существует с июня 2015 года. За это время награду уже получили около четырёх сотен украинцев и иностранцев. Каждый из них совершил подвиг. Претендентов выбирают публично, обсуждая кандидатуры в социальных сетях. Орден «Серебряный Трезуб» – знак Героя. Есть двух видов. Один с сине-жёлтой колодкой для врачей, волонтёров, общественных деятелей и журналистов. Второй с красно-чёрной. Вручают его участникам боевых действий. «Красно-чёрная колодка для тех, кто держит в руках оружие, для тех, кто совершил военный подвиг, спас жизнь, отстоял позиции или продвинулся вперёд. Это то, что мы считаем героизмом». В этот раз Орден «Народный Герой Украины» получили 10 человек. В следующем году, по словам организаторов, награждение планируют провести в Киеве и в Одессе. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, Харьков, Юэй Тиви. Атаку, произошедшую 29 ноября на Лондонском мосту, осуществил один из боевиков террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщило исламистское информационное агентство АМАК. Полицейские застрелили мужчину, который напал с ножом на людей, убив двоих человек и ранив троих. Нападавшим оказался житель одного из графт Соединённого Королевства. В 2012 году он попал в тюрьму за терроризм. Оттуда вышел в декабре прошлого года. Девять человек погибли, три ранены в результате крушения самолёта в США. Воздушное судно разбилось незадолго после взлёта из аэропорта города Чемберлен. По данным местных СМИ, среди погибших были двое детей и пилот трёх уцелевших доставили в больницу. Издание отмечает, что накануне происшествия в районе авиакатастрофы объявили штормовое предупреждение. Память жертв Голодомора 1932-1933 годов почтили в Москве. Акция состоялась напротив здания ФСБ на Лубянской площади и была согласована с властью. Люди пришли с лампадками, колосками и буханками хлеба. Почтили жертв Голодомора минутой молчания и символически съели по куску хлеба, сообщает Радио Свобода. 11 лет назад Госдума приняла постановление, в котором признала, что жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 миллионов людей. Однако в России до сих пор на официальном уровне не проводят никаких мемориальных мероприятий. Уволить преподавателя, который назвал Голодомор 30-х годов в Украине мифом, требуют студенты Альбертского университета Канады. Об этом пишет издание The Globe and Mail. Скандал начался с поста преподавателя Дугала Макдональда в Facebook. В нем он назвал Голодомор ложью, увековеченной фальшивыми фотографиями. Украинское сообщество университета считает такое сообщение преподавателя разжиганием вражды и требует его увольнения. Канада на государственном уровне признала Голодомор геноцидом украинского народа в 2008-м. На провинциальном уровне Голодомор признали в 6 из 13 канадских провинций. Олег Сенцов – почетный гражданин Парижа. Церемония состоялась в мэрии французской столицы. Во время награждения Сенцов пообещал продолжить борьбу за освобождение всех политузников. За присвоение Сенцову звание почетного гражданина городской совет Парижа проголосовал еще в сентябре прошлого года. 136 тысяч украинцев живут со статусом ВИЧ-позитивный. Из них 107 нуждаются в лечении и получают соответствующую терапию. Во Всемирный день борьбы со СПИДом Инесса Занина узнавала, какие программы в Украине помогают бороться с инфекцией. Муж Елены умер от СПИДа в 2016 году. Он был наркоманом. Заразил жену, а потом шантажировал. Грозился рассказать о ее статусе сыну, родителям и сотрудникам. В то время они жили в Екатеринбурге в России. В 2013-м женщине удалось сбежать от тирана в родной Луганск. Когда началась война на Донбассе, переехала с ребенком в Киев и начала бороться с ВИЧ-инфекцией. У иммунитета у меня было почти ноль. У меня было всего 15 клеток. И потом уже при последующем приеме терапии они у меня упали до пяти. Это ВИЧ-инфекция, когда уже в тяжелой форме. Это стадия СПИДа четвертая, когда уже иммунитет угнетен полностью и иммунные клетки не растут. Сейчас Елена работает в благотворительной организации. Консультируют женщин с ВИЧ-инфекцией. Для успешной борьбы с распространением заболевания нужно знать свой статус, говорят специалисты. Сценарий номер один. Вы сдаете тест, у вас нет вируса иммунодефицита. Значит, ваша модель поведения правильна. Сценарий номер два. Вы сдаете тест, у вас есть ВИЧ. Это говорит о том, что вы после этого будете получать терапию, сделаете так, что заболевание не будет разрушать вашу жизнь, и вы проживете ровно, как все остальные люди. Есть только один отрицательный сценарий. Когда вы не сдаете тест на ВИЧ. И по неизвестной причине для вас уходите из жизни. В этом году государство выделило деньги не только на антиретровирусные препараты. Минздрав также финансирует проекты, которые препятствуют распространению ВИЧ-инфекции. Они охватят более 250 тысяч украинцев. В данный момент государство финансирует программы, касающиеся распространения презервативов, программы обмена шприцов и иголок, раздачу информационных материалов, а также тестирование для представителей этих групп вне медицинских учреждений, то есть там, где они чаще всего локализуются. Кроме того, из бюджета выделили деньги на заместительную терапию для 12 тысяч наркозависимых. Лучшие театральные проекты в разных жанрах выбрали в Киеве. В столице подвели итоги второго фестиваля премии «Гра». Всего получили больше 80 заявок со всей страны. Из них выбрали сначала 30, а после 12 спектаклей. Посмотреть постановки, вышедшие в финал, смогли все желающие. Свои работы участники показывали в разных киевских театрах накануне церемонии награждения. Как это было, видела Тамара Каноненко. На сцене кукольный спектакль для взрослых по мотивам произведения Одессита Исаака Бабеля. Его поставил белорусский режиссер Евгений Корняк. Играют земляки, писатели, артисты Академического театра «Кукол из Одессы». Зрелищная трагикомедия, для которой создали более 60 разных кукол, претендовала на звание лучшего поисково-экспериментального спектакля. Премия – это попытка связать театры между собой, чтобы появилась здравая конкуренция, чтобы понимать, на кого можно равняться, или какие молодые появляются, или наоборот, еще старые, кто не уходит и еще фонтанирует. Среди других номинаций – лучшая детская, музыкальная, хореографическая постановки, а также спектакль для камерной сцены и драма. Организаторы говорят, у современного театра нет никаких границ, в том числе и жанровых. А следить за премьерами становится модно. Украинского театра хороший, качественный контент. Много премьер, почти 90, было только в Киеве на протяжении сезона. Украинский театр не боится экспериментировать. Премия «Гра» объединяет не только национальные театры, она дает возможность проявить себя театром, которые делают копродукцию или, например, негосударственным. Вместе со зрителями спектакли-финалисты смотрела международная жюри. Журналисты, критики, музыканты, театралы из Германии, Польши, Белоруссии и Румынии выбирали лучших из лучших. В этом году добавили и индивидуальные награды, в частности, отметили лучшую мужскую и женскую роли. Я реально не ожидала. Знаю точный рецепт. Знаю точный рецепт. Это никакой не секрет. Любить свою профессию, любить то, что ты делаешь, и кайфовать на сцене. Тогда это будут замечать и другие. Главный приз фестиваля «Золотую маску» и денежный приз на развитие новых проектов получили шесть спектаклей и шесть индивидуальных номинаций. Тамара Каноненко, Сергей Савчук, Юэй Ти Ви. Об этих и других новостях читайте на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Увидимся в 13 часов по Киеву. Тогда следующий выпуск новостей на русском. Все самое важное на Юэй Ти Ви не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова